Продолжение следует... Слово «торт» знакомо каждому из нас. Торт – это олицетворение праздника, без которого торжество или юбилей никак не может обойтись. Какой ребенок может представить свой день рождения без привычного задувания праздничных свечек на торте? Сегодняшние кондитеры предлагают торты на любой вкус и цвет. Они вдохновляются картинами известных художников, декорируют изделия из теста и крема самыми витиеватыми способами, используя фрукты, безе, марципан, шоколад, меренгу. Невозможно перечислить все виды тортов. Их классификаций огромное количество, начиная от способа приготовления, типа коржей и сложности конструкции, заканчивая начинками и вкусовыми качествами. Увы, до сих пор не ясно, когда и где появился первый торт. Историки предполагают, что это произошло примерно 2000 лет тому назад в Италии. Слово «торт» в переводе с итальянского обозначает нечто витиеватое, замысловатое и богато украшенное, а изначально переводилось как «лепешка». Однако, несмотря на это, именно во Франции появилось то, без чего современные торты были бы невозможны – безе, крем, карамель, желе и бисквит. В России понятия торта долгое время не существовало. Зато были свадебные караваи, их называли «невестины пироги». С 2009 года, 20 июля, во всем мире празднуют Международный день торта, посвященный дружбе и миру между людьми, странами и народами. В честь данного праздника мы решили узнать, как готовят торты в нашем городе Нальчик. Для этого наша съемочная группа отправилась в кондитерскую кейк-шоп «Барбари». Сейчас у нас идет предварительная подготовка для того, чтобы зайти в кондитерскую цепь и приступить к изготовлению торта. Мы вас приглашаем в кондитерскую цепь. Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте! Мы находимся в гостях у кейк-шоп «Барбари», где мама и дочка Зета Имкужева и Ася Дукова покажут нам, как готовятся торты. Итак, начнем? Начнем! Ну, сегодня мы будем делать шоколадно-муссовый торт, называется «Даниэла». И я думаю, вы нам поможете в этом. С удовольствием, да. Тогда давайте, Мария, я вам поручу форму. Хорошо. Вы обрежьте бумагу и смажьте нам маслом, хорошо? А мне что вы поручите? А вы, наверное, нам шоколад приготовьте. Клетку шоколада. Что для этого нужно сделать? Возьмите клетку горького шоколада, измельчите. И вот сюда на водяную баню. Хорошо. Знаете, наверное, каждая женщина любит сладкого покушать. Ну, конечно. Пирожные, торты. А как вы пришли к тому, что вы стали технологом производства кондитерских изделий Зета? Ну, вообще, когда меня в детстве спрашивали, кем я буду, я всегда говорила, что буду работать на шоколадной фабрике. Почему-то. Вообще, я люблю делать любые торты. Потому что это такое производство, когда настроение играет большую роль. Ну, надо с душой подходить к этому. Но я придерживаюсь того, что, ну, вы сами, наверное, знаете, что немало сейчас кондитеров. Ну, ассортимент стараемся составлять так, чтобы это были такие торты, пусть сложные, но чтобы кроме нас их почти никто не делал. Чтобы у нашего местного покупателя, жителей нашей республики, был выбор. Выбор определенно есть. Страница Инстаграм кондитерской показывает, насколько разнообразными могут быть торты. Сегодня мы приступили к приготовлению фирменного торта Даниэла. Насколько калорийный такой торт? Мы придерживаемся того, чтобы торт был не большой, не огромный, но чтобы он был калорийным и вкусным. Если торт не будет калорийным, то он, естественно, не будет вкусным. Почему? Потому что ингредиенты будут совсем другие. И, в принципе, технолог мамы тоже подтвердит, что диетический торт, такое понятие, несовместимо. Мама очень любила и любит готовить торты. И поэтому она научила меня делать самый простой торт. Это бисквит с кремом и такой очень приятный клубничный или фруктовая начинка. В принципе, любой. Это такой элементарный самый, что ни на есть торт. Классика. Классика жанра. Но, тем не менее, она всем настолько понравилась. А вы, Ася, когда первый раз пробовали сделать торт? Помните ли вы? Я не помню, но я помню, что у нас всегда дома походу. Наверное, на все праздники были. У нас всегда был торт. Не на праздник каждый день у нас был торт. Либо мы его сами ели, либо у нас заказывали торт. Поэтому с детства я помню, что дома у меня всегда пахнет ванилью и свежей выпечкой. Ну вот, Азета, вот ни для кого не секрет, Ася, Мария. Наверное, мы все знаем, потому что все готовим. Даже борщ по одному и тому же рецепту каждый торт получает по-своему. Точно так же, даже если мы будем делать торт по одному рецепту, у всех получится по-разному. С каким отношением? С каким настроением? С каким настроением? Ведь немалую роль, наверное, это все играет. Конечно. Вы любите доставлять людям радость, когда вы делаете торты? О чем вы думаете? Ведь это же праздничная еда, да? Ну, если учесть, что моя дочь мой начальник, сейчас вы меня поставили немножко в неловкое положение. Я, ну, конечно, каждый из нас работает для того, чтобы обеспечить себя, свою семью. Но мы обе придерживаемся того, что покупатель должен быть, заказчик должен быть доволен. Делать как для себя. Да, и сейчас я скажу то, что, может быть, ей не понравится. Иногда приходится даже перерасход сырья делать. Ну, почему? Ну, чтобы только... Это же для дела. Да, чтобы клиент только оставался довольным. Сейчас у нас соль идет. А для чего соль нужна? Вообще, вот когда сильно сладкие вещи идут, если не добавлять немножко соли, вкус меняется. Поэтому можно больше. Ну, получается щепотка. Буквально, да. Сейчас мы будем готовить масляную основу для коржа. Куда мы будем добавлять потом отдельно взбитый белок. Сухие ингредиенты, которые перемешаны. Это и разрыхлитель, и мука, и какао. Естественно, растопленные в ванной марине. Приступаем к отделению желтков от белков. Это сахар. Вот это добавляем сюда. Теперь смотрите. Вот вы отделили белки. Ставьте. Ставьте вот сюда. Ставьте. Я никогда не умела делать бисквитное тесто. Ну, честно признаюсь. Но, в принципе, ничего сложного нет. Просто нужно особые такие моменты. И чистый. С целью создать однородную массу, перемешиваем сливочное масло с растопленным шоколадом на маленькой скорости. В то время, как замешиваются белки. Проверяем белки на линии. При добавлении белков и сухой массы, очень важно соблюдать правильную последовательность. В отличие от обычного бисквита, массовый бисквит, можно мешать, мешать и не бояться. Не имеет значения, в каком направлении ты это размешиваешь. Где-то же вот специально в каких-то рецептах пишется. Исключительно по часовой стрелке, допустим. Ну, конечно, хотя это и масляный бисквит, все-таки за счет того, что белок взбивается, там идет насыщение кислородом. И если, когда мы добавляем белок, сильно часто мешать, то пузырьки все лопнут и масса не будет такой пышной, а сядет. Но, в принципе, вот мы сейчас добавляем не белок, а муку в желток и в шоколад, образно говоря, и в масло. Вот здесь это не важно. А вот сейчас, когда мы белок начнем добавлять, вот там уже важно. Я занимаюсь крушением декора. Это более ответственно, наверное, тоже, потому что, в первую очередь, когда заказчик забирает свой заказ, он, естественно, в первую очередь обращает внимание на декор. И декор должен быть таким, чтобы он захотел этот торт съесть. Не просто полюбоваться им, сказать, ой, он такой красивый, но чтобы он захотел этот торт попробовать. Поэтому декором я люблю больше стоиматься. А откуда такой художественный вкус и вот желание все это оформлять? Наверное, это заразно. От мамы это все идет, потому что мама сама, когда я не успеваю декором заниматься, она очень красиво опоминает торты. И с детства я вижу, как она к этому подходит. Вот как-то с огромным желанием. У нее такая... С творчеством, да. С творчеством. У нас бабушка такая. Вот представьте себе, я вот не так часто дома этим всем занимаюсь, но мне легче все это приготовить, а декор я оставляю своей маме. У меня на это уже не хватает никаких сил. Но это сложно на самом деле. Выпекать торт, это очень тяжелая работа. Отвесная тяжелая работа. Вы знаете, наверное, это играет большую роль, когда вот так вот смотришь и делаешь, а не когда читаешь, а потом сам пытаешься это все сделать. Ну, конечно, это руки тоже запоминают. Да, и визуально, и все это... Как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, да? У нас печка уже разогрета до 180 градусов. Ставим, осторожно, горячо. Все, ставим. И так произвали. Теперь периодически будем подходить, проверять. И сколько минут он должен запекаться? Минут 30-40. Ну, в зависимости от печки, он может либо дольше готовиться, либо быстрее приготовиться. У нас, в принципе, печка своеобразная, с характером. Она быстро подстраивается под каждый тип тортов. И бывает, что в течение 20 минут выпитает корж, который обычно готовится в течение 40 минут. Дома в основном многих очень много разных функций в духовках, и не все всегда знают, как его использовать правильно. Именно в приготовлении тортов. Лучше всего, если вы покупаете печку, брать... Если вы собираетесь вообще, собираетесь очень часто готовить дома и в духовке, то технолог советует очень часто говорить, тогда комбинированную печку брать. Если вверх газовую, а вниз духовку полностью электрическую, потому что духовка такая намного лучше выпекает любую выпечку, любое мучное изделие. И мясо бесподобное получается. Бывает так, что, ну, немножко настроения нет. Хотя это переносить туда нельзя. Нельзя это на работу приносить свои чувства, свои отрицательные чувства и отрицательное настроение. Но я на днях тоже смеялась, когда у меня с самого начала пошло все не так. И в итоге, когда перемешивала шоколад, у меня сломалась деревянная лопатка. Ну, все равно мы его сделали. Ну, и до этого просто стечение обстоятельств. Почему? Потому что тот же шоколад, он каждый раз бывает разный. Желатин, он бывает разный. Очень тяжело. Сливки. Одни и те же сливки. Бывают прямо как молоко жидкое. Бывают как сметана густая. Попадается. Ну, как попадешь. Вот приходится из всех этих ситуаций выкручиваться. Выкручиваться так, чтобы все-таки покупатель у нас закрошек остался довольный. А то я думала иногда, что у меня так бывает, когда под плохое настроение начинаешь готовить, что-то не получается. Оказывается, все тоже. Конечно. Все мы люди. Да, и от продуктов, которые мы используем. Да, да, продукты это... Раз на раз не приходится. Даже вот бываешь и мука, и дрожжи, а вот что-то не идет, и даже тяжело куму не получается сделать, как хотелось бы. Один и тот же шоколад с одним и тем же содержанием какао. Может, по-разному. Разводители разные, ведет себя по-разному. Кто-то... Какой-то шоколад творожица, а какой-то расплавляется... А какой шоколад, какой процент какао покупаете? Чем больше, тем лучше, 72%. Не менее 70%. Потому что тогда... То есть, довольно-таки горький получается. Потому что от того, насколько он будет горьким, будет зависеть вкус непосредственно самого торта. И аромат, и цвет, и торжица. И аромат. Чем натуральнее шоколад, тем ароматнее выпечка получается. И намного слаще, естественно. А сливки какой жирности? Это зависит от того, куда идут сливки. Если непосредственно... Вот мы сейчас делаем торт Даниэлу, туда идут в мусс не менее 33% сливки. 3,35% сливки. Да, чтобы мусс у нас получился нежный, плотный, но не низкий. Чтобы он еще взбивался хорошо. Поэтому мы берем минимум 33%. Ну а так, чаще всего, в зависимости от того, что нам попадается, вот как раз проблематично находить эти сливки у нас в городе. Ну, есть хорошие производители, которые делают 33% и 35% которые взбиваются отлично. Их сложнее всего находить. По цене они нас устраивают. Они не дешевые, но и не очень дорогие. И по качеству, по вкусовым ощущениям очень даже приятно. Вот чувствуется в выпечке, в итоге привкус хороших сливок, натуральных сливок. Не всегда попадаются такие сливки. А сливочное масло? Ну, сливочное масло мы берем местного производителя, потому что хочется поддержать местного производителя. Ну, я имею в виду тоже, и процентная жирность, какая вы используете? Какую лучше использовать? Ну, мы где-то 72% используем. 72% Ну, вот по поводу сливок, вот она затронула. Я хотела сказать, что очень хотелось бы, чтобы наши местные производители молочной продукции, они тоже наладили это производство. 33-35% сливки. И было бы вообще замечательно, если и маскарпоне начали бы делать. Ну, маскарпоне это уже очень проблематично сейчас. Хорошего качества найти. Иногда, к сожалению, попадается такой сыр, что прямо растекается, как вода. Ну, бывает очень хороший сыр попадается, но редко. Это всё, конечно, влияет на качество продукции. Нам бы не хотелось, чтобы люди думали, что мы там из-за чего-то начали как-то менять качество. Или что-то недокладываем, или что-то на что-то поменяли. Просто хотелось бы, чтобы нас тоже немножко понимали. И не всегда бывает, попадается продукция такого качества, ну, какого качества. Ну да, приходится подстраиваться. То же самое какао. Разные производители. Мука бывает разных производителей там. А яйца? Яйца мы стараемся брать. Домашние или всё-таки фермерские вы берёте? Мы берём фермерские, домашние. Слишком дорого, наверное. Да не только. Сбиваются по-другому. За счёт чего? Ну, видимо, за счёт питания птиц, что немножко сложнее они поднимаются, чем обычные. И они размером меньше. Меньше размера. Ну, это да. А так берём и фермерские, но сорт отборный исключительно. Покупаем отборный сорт. Знаете, сейчас очень модно стало использовать мастику. Вот давай поговорим об этом. Основные вообще продукты, которые, сырьё, основное, что туда идёт, это желатин, сахарная пудра. Кто-то любит ароматизатор, инвертный сироп и так далее. Но в основном люди покупают кондитера, покупают. Вот кто-то готовит сам, кто-то покупает уже готовую. Особенно, если это яркие цвета, сильно яркие, насыщенные цвета, как чёрный, ярко-красный, тёмно-синий и так далее, лучше всего, конечно, покупать уже готовый заводской. Турецкая мастика бывает, бывают других производителей. Но когда это светлые тона, я, например, предпочитаю замешивать сама и замешивать это из жевательного зефира. Детки очень любят этот зефир, называется Машмоллоу. И вот из него очень вкусная мастика получается. Не все любят мастику, но хочу сказать тем, кто говорит, что очень был толстый слой мастики в том или в другом виде продукции, хочу сказать, что слой мастики зависит от того торта, который находится внутри. Если это какие-то коржи, как мы с вами выпекаем, или если это медовые коржи, песочные коржи, то, естественно, торт получается более твёрдый, он держит больше форму. И после обтяжки шоколадным ганашом можно за него не переживать и как можно меньше мастики ложить. Но если это очень такие вот мягкие сорта тортов, как, допустим, ванильный бисквит Бушетан с чиз-кремом, с ягодным курдом, или это с лимонным курдом идёт маковый корж бисквитный и так далее, то их надо больше фиксировать. Поэтому там идёт мастика большей толщины. Ну, у нас очень любят есть мастику за границей. Это считается декор, упаковка. Её практически каркас, вот как красивая коробка. Её убирают и едят то, что внутри. Но у нас любят есть мастику, я это заметила, по деткам особенно. По деткам очень любят. Вот, кстати, деткам, а вот эти пищевые красители очень сильно красят внутреннюю поверхность рта, скажем. Это не вредно деткам? Вы знаете, вообще я за то, чтобы как можно меньше красителей там было. Но у нас есть такие заказчики, которые хотят, чтобы даже коржи были бисквитные, подкрашены, даже до чёрного, от цвета, корж, вот. Ну, они не вредные, ну и особой пользы, наверное, не приносят. Всё-таки пищевые красители. Вот этот торт, который мы с вами сейчас делаем, мы его долго дорабатывали. В принципе, как бы название идёт с интернета, но начиная от коржа, заканчивая муссом и оформлением, получается, мы его доработали по-своему. И этот торт мне очень нравится. Мы считаем его нашим фирменным. Но я очень люблю также вот бисквит Буше именно с чиз-кремом, именно с кордом из чёрной смородины. Там получается очень нежный такой бисквит. Вкус этого очень сливочно-вкусного крема компенсируется чуть кисленьким ягодным кордом. Бисквит, в котором есть шоколад, есть масло, оно будет, само собой, он будет очень плотным. И, допустим, нажатием на поверхность бисквита, не поймёшь, он готов внутри или нет. Так как вот мы сейчас смотрели, он спива запекается по краням и вверх запекается, а потом внутри всё плотнее становится. Поэтому, чтобы не доставать бисквит не готовым, лучше всего проверять это зубочисткой. Ну, воткнули, да, либо шпажкой воткнули. Если остаётся бисквит жирненький, то, естественно, он ещё не готов. Если мы воткнули шпажку, вытащили, если он чистенький, сухой, может быть, крошки уже, сухие крошки, тогда он готов, можно его спокойно доставать. Очень много в интернете разных видео, где показывают трафареты, интересные какие-то формочки. Вы всё это ведь используете? Конечно, используем. Ножи, лопатки. Чем вы пользуетесь для оформления, для декора? Это всегда так интересно и красиво выглядит, разноцветное. И не всегда ты, когда заходишь в хозяйственный магазин, иногда, может быть, знаешь, что для чего. Глаза разбегаются, а хотелось бы всё это иметь в доме под рукой, чтобы использовать. Правда, Жмарина? Ну, это все знают. Да, это венчик, чтобы знать. Ну, желательно, конечно, чтобы он был вот такой механический, пластмассовый. Они не всегда, ну, бывают, то силиконовые встречаются, с силиконовой ручкой и так далее. Они всегда справляются с массой. Когда готовишь шоколадный глоссаж, когда размешиваешь более такие плотные массы, они не справляются. Когда готовишь шоколадный ганаш, поэтому лучше всего, конечно, а вот венчик должен быть вот такой вертикальный или есть, который по спирали? Ну, мне, честно говоря, удобнее. Видим, видим, но это не принципиально. Ну, вас тоже жилы. Да, кому как удобно. Это не принципиально. Масса всяких вот таких... Ну, это оскалка. Это оскалка. Это для мастики. Да. Маленькая такая. На самом деле. Там мама очень идея, потому что я вас использую. Ага, может, Ася там расскажет. Это можно делать из них бордюрчики, можно декорировать края тортов, но это уже по тому... В зависимости от того, что именно заказали. И все эти приспособления... Как в художественной мастерской. Столько разных кисточек, да? Шпатели какие-то, лопаточки, какие-то вот эти... Кисточки, да. На самом деле это близко к предметам, которые используют скульпторы. Или те, которые рисуют мастихином, допустим. Или часто кто работает с пластилином. С пластилином, наверное, так же. Потому что очень часто смотрела видео, где похожие предметы используют для работы с глиной, с полимерной глиной. Очень часто используют. Поэтому, в принципе, у нас очень много общего с теми, кто работает с глиной полимерной. И ход работы очень даже совпадает. Должен быть самый интересный процесс это декорирование, конечно. Это очень сложный процесс. Но нервы успокаивают? Нет. Нет. Потому что до последнего ты переживаешь, насколько близко получится. Как предметы у стоматолога. Да. А вот этим что можно сделать? Этим декорируют цветочки. Ага. Да. Лепесточки утончают. Я думала, лапки или ушки что-нибудь такое делать. Да все, что можно. Ой, а вот смотри, Мария, смотри, какая интересная скалка, которая уже идет с трафаретом. Да, трафарет идет такой. Это мастику, вот по ней пройтись вот этим, и уже, ну, судя по всему, надо пройтись один раз. Да. Только один раз. Потому что, чтобы остался рисунок, тут уже не ошибешься. Да. Ну, это формочки, которые нужно вырезать. Да. Вырезать для цветов разных, вот из мастей. Это листики, да? Это для листика, да. Вот и полосочка. Для разных цветов. Что это такое? Это шоколадная зеркальная глазурь. Она варится, охлаждается. А почему зеркальная? Потому что вы будете отражаться, как зеркали. А что вы для этого сделали? Для этого что вы добавили? Варится сахарный сироп, доводится до 104 градусов, добавляется шоколад, растворяется там, добавляется туда какао-порошок, сливки, желатин растопленный. Это все процеживается, взбивается блендером, опять процеживается, охлаждается, и вот он готов. Вот такой вот. Но у нас желатин тоже бывает разного качества. И какой вы используете? Агар-агар или все-таки желатин? Ну, агар-агар в данном случае мы не используем. Он в 5 раз сильнее, желатина, и не всегда он подходит для кондитерских изделий. Да, разных кондитерских изделий. Например, в птичье молоко идеально. При готовлении птичьего молока. Плотным таким. Да. Но в данном случае нас устраивает желатин. К сожалению, желатин тоже попадается очень грубый, очень крупными кусками. Но есть хорошие производители. В основном это импортные производители. Очень хорошие и по качеству, и по стоимости. Бывает желатин. Стараемся больше его покупать. Ну, вот такой желатин используем. И вот охлаждается до температуры 28 градусов. Но в кондитерском производстве это вот называется проба на губу. То есть, когда берешь и пробуешь на губу, уже чуть-чуть прохлада, чувствуется шоколада. Вот я и хотела сказать, как вы определяете температурный режим. А, температурный режим? Зина, принеси, пожалуйста, градусник. Ну, вы вот сказали вот на губу, да? А другое, вот 102 градуса. Как там узнать 102? Ну, закипела вода, мы понимаем, знаем, что это 100 градусов. А это так принципиально? То есть, специальный перегорный. Вот есть специальный градусник. По нему мы определяем. Вот когда мы с вами будем муссом заливать, мы будем яйца подвергать термической обработке. Максимально можно яйца греть до 57 градусов. Дальше уже яйца свернутся. Теперь достаем из формы готовый и охлажденный бисквит. Для того, чтобы приготовить мусс, мы взвешиваем желатин и заливаем его холодной водой. На 16 грамм желатина 100 миллилитров жидкости. Растапливаем две плитки шоколада, горькие и молочные, чтобы уравнять вкус. Потихоньку уже шоколад начинает вариться. Мы до этого говорили, что бывают от производителя какие-то нюансы, либо что-то со сливками. Даже если срок годности в порядке, то бывает либо сыр, хранили сыр неправильно, либо хранили сливки неправильно. Или охладили бисквит после того, как они испортились. Поэтому важно до того, как отправить пробуцию на реализацию, либо перед тем, как отдать готовое проблему, заказчику необходимо проверить на вкус. Это обязательно. Вот мы, допустим, доставали торт, там обязательно остается часть тортика, там мусс чуть-чуть остается. Обязательно пробовать. Вот мне очень хотелось пробовать это. На сахар, на соль. Все это надо пробовать обязательно, чтобы сказать, да, вкусно, хорошо, все нормально. Теперь переходим к изготовлению крема. Для этого взбиваем 250 мл сливок. То есть здесь только сливки, нам не надо смешивать их с сахарной пудрой, или с чем-то, чтобы она взбилась? В данном случае нет. Сейчас мы, когда будем яйца подвергать термической обработке, вот тогда надо будет добавлять сахар в битву. А что нужно для того, чтобы сбились сливки? Потому что часто бывает так, что они или сворачиваются, или не добиваются, или разные бывают. Ну, как я уже говорила, бывают сливки, встречаются как молокоженькие. Очень сложно тогда. Очень сложно. Надо долго... Но обязательно должны быть охлажденными. А, температура важна, да? Сливки должны быть охлажденными и не отходить. Особенно, когда это вот такой миксер, не отходить. Почему? Потому что я недавно полтора литра сливок перебила в масло. Пока разговаривала. Ну, как-то сливить нельзя. Но масло получилось очень вкусное. Ну, не поверили. А вообще, вот в кондитерском деле актуально слово модно? Да. А что в 2016 году, что актуально? Сейчас актуально. И в 2015, и в 2016 году были актуальны торты голые. Ну, они так называются. Когда коржи видны, слои видны, из чего состоит торт. И оформляются непосредственно свежими фруктами, ягодами. Оформляются живыми цветами. Это актуально и в этом сезоне. И еще добавили новый тренд в этом году. Оформление кремом. Как раньше. Сливочный крем, как розочки, вот раньше это были. Да, но сейчас использую специальные крема. Они такие калорийные, как сливочный крем. Очень мало кто есть сейчас сливочный крем. Либо это взбитые сливки будут, либо это белковый крем. Ну, белковый крем очень редко тоже заказывают. Вот. Это сейчас очень модно в этом сезоне. Свадебный сезон в этом году вообще очень интересный. Очень колоритный, наверное, сезон. Потому что у всех очень разные торты. Но, в принципе, очень часто заказывают именно с мастикой. Потому что в первую очередь делается акцент на красоте. Чтобы получить эффектный торт, спадельный, естественно, нужны какие-то детали. Это надо носить вот сюда. Детарированные. Все это будет держаться только на мастике. Поэтому обязательно нужно обтянуть торт мастикой. И уже декорировать полностью торт. А если приходит заказчик, он не знает, какой он хочет торт. Он, допустим, говорит, я хочу, чтобы были вот такие-таки ингредиенты. Вы ему можете сами что-то предложить? Мы, в принципе, бывает, что приходят и просят какую-то начинку, которую мы не делаем. Нет, вот, допустим, я вот пришла и говорю, я хочу легкий какой-то фруктовый торт. Не тяжелый, низкокалорийный. Вот что вы мне можете предложить? Я предлагаю обычно, если это не свадебный торт, а торт, вот, допустим, вы хотите в гости сходить, либо к себе домой, я предлагаю творожный торт. У нас есть творожный торт, он называется райское наслаждение. Мы его тоже сами доработали. Там идет основа, тонкая основа, бисквитная основа, заливается муссом из творога. И еще вверх заливается фруктовым желе полностью, да, либо ягодным желе. Опять-таки, по желанию заказчика. Еще я слышала, что добавляют цветы живые в приготовлении тортов и для украшений, вы это делаете? И вообще в каких случаях это делаю? В принципе, мы оформляем живыми цветами только праздничные торты, это вообще свадебные, либо и на юбилей. Мы используем, стараемся использовать розы, и дополнительно их обрабатываем. И, естественно, они находятся в капсулах, чтобы стебелечек от цветка не соприкасался внутренней части торта. А так, в принципе, можно любой цветок, кроме ядовитых цветов. Ядовитые не стоят. Нет, не стоят. Но в прослойку для употребления мы не используем цветы, только для декора. И в случае свадебных тортов ничего сложного, специфичного, необычного нет, когда режут торт просто перед тем, как порезать этот торт, просто выдергивают слегка цветочки и режут торт. Он в капсуле остается, просто вытащили, отложили цветочек и режут. Но мы, в принципе, отходим от мастичных цветов. Их очень трудно делать. И, к сожалению, не все понимают, насколько это трудоемкая работа, и никто за это оплачивать не хочет. Но чтобы достичь все-таки хорошего результата, чтобы это смотрелось празднично, красиво, я лично очень часто предлагаю живые цветы. Они смотрятся очень нежно, они очень актуальны, допустим, на свадебные торты. И намного легче, чем мастичные цветы. Мастичные, да, по весу. Они очень тяжелые. И если неправильно собрать торт многоярусный, то при оформлении торта мастичными цветами, торт может дать крен. Далее яйца поддают термической обработке. Очень много передач, в которых также, как реалити-шоу даже показывают, как известные повара-кондитеры готовят. Вы, может быть, что-то подчеркнули от них? Или вам бы хотелось так же готовить? Мне очень нравится «Рон Бен Израиль». Не «Наверное», а первый кондитер в мире. По мастичным цветам? По мастичным цветам, да. Мне нравятся мастики, работы. Он очень-очень красиво делает эти цветы, лепит, что иногда даже сложно отличить от живых цветов. Готовую смесь заливаем в форму для дальнейшего охлаждения. Теперь надо, чтобы вот это затекло по всем краям, да, во всех краях, и чтобы лишние пузырьки вышли. Поэтому чуть поворачиваем, мы стучим от стол, вот пузырьки воздуха, чтобы он равномерно распределился. Да, и лишние пузырьки воздуха, они выходят. Когда мы заливаем, там образуются лишние пузырьки, и затекает масса полностью. Да, масса уже затекла полностью боками. Как вулкан. Да. Если сильно стучать, то в лицо. Мы отправляем этот торт в холодильник. В холодильник. На охлаждение. Теперь настало время доставать торт, который простоял в холодильнике и достиг нужной кондиции. Вот отчинаем. До конца. Да, плотно, я увидела. Да, приблизить к краю, да. И в краю. Да, плотно. Замечательно. На марино. Паран! Паран! Не puedes! Да. Паран! Ася, как дед, ты могла предположить, что когда-нибудь ты будешь заниматься этим? Только в ужасах, наверное, я это видела во сне и, наверное, вздрагивала от этого, потому что я это очень сильно не любила. А можно я вот это попробую? Да, можно. А почему в таком случае ты решила продолжить дело, заняться этим? Наверное, в этом все дело. Я сама была очень удивлена, когда она сказала, мам, давай, мы откроем свое дело. В интернете очень много видеоуроков. Да, много домохозяйки, которые в принципе довольно-таки досконально там объясняются, как это готовить. И успешно этим занимаются. Вы знаете, я хочу вам сказать, что, конечно, азы иметь неплохо, иметь образование неплохо. Но, к сожалению, в то время, когда я училась, вы будете смеяться, но я закончила институт, не сделав ни одного тортика. Тортика, вниз. Да. Конфеты мы делали, булочки мы делали. В основном мы проходили практику на кондитерских фабриках. Я очень просила, где делают торты, но меня почему-то горно туда лезь. Я закончила Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности в Москве. Практику проходила на Бабаевке, в Нальчике проходила на кондитерской. Ну, диплом делала по кондитерскому производству, именно конфеты. Я очень просила, но мне сказали, работай на перспективу. Но перспектива оказалась вот такая. Большинство предполагают, что это вот, ну, максимум час-два занимает. Вот у кондитеров есть такая хитрость, называется экстремальное охлаждение. Иногда приходится к этому прибегать, то есть, когда это в морозилку, помещаешь продукцию на определенное время, но не доводишь до замораживания, чтобы быстро все фиксировалось. Но если не прибегать к этому экстремальному охлаждению, этот торт практически после того, как мы зальем муссом и поставим в холодильник, до вот этой глазировки, он должен простоять 12 часов. Большая часть наших тортов, они все заливные, муссовые. Поэтому минимальное количество времени, наверное, которое уходит, да, это 6 часов. 6 часов? Да, 6 часов должен быть в холодильнике, вот, с творожным муссом. Мы вот делаем райское наслаждение, там, с кусочком ягод, там идет вот желей. И вот тот торт 6 часов, а этот вот 12. Вообще, за сколько времени нужно заказать торт? Да. Зависит от заказа. Если это такие стандартные торты, непосредственно одноярусные, двухъярусные, но не более двухъярусных заказ, то мы принимаем заказы 2-3 дня. Если это идут уже заказы более большие, ну, допустим, 3-4 года на юбилей, да, на юбилей, да, на юбилей, да, на свадьбе. Мы принимаем минимум за неделю, а вообще желательно свадебные за месяц, потому что обычно свадебный сезон у всех начинается, допустим, летом, либо осенью. И очень часто, что в один день у нас наслаждение заказа бывает. Мы свадебный торт делаем только один в один день. Мы полностью время уделяем только на один свадебный торт. Редко бывает два. Редко бывает два. Это если совсем другой, ну, если наши заказчики, они наши постоянные и не хотят в другом месте заказывать, тогда нам иногда приходится поднатужиться и делать два свадебных торта. А так, в принципе, мы любим уделять время отдельно для каждого торта, но, к сожалению, не всегда получается. Но свадебный торт, он очень важен для невесты. И мы стараемся полностью уделить все наше внимание для этого торта. Вот одна из причин, почему мы несколько тортов свадебных не делаем за один раз, потому что мы очень ответственно к этому подходим. Мы доставляем сами, на месте его собираем. И мы следим буквально за тем, чтобы этот торт, к моменту, когда начнут жених с невестой его резать, чтобы он был под нашим надзором, чтобы ничего с этим тортом не случилось, чтобы его вывезли аккуратно, красиво, чтобы... Ну, жених с невестой остались довольны, чтобы праздник состоялся. Потому что муссовые, многоярусные, на свадьбу очень редко кто берется делать, потому что их надо до последнего момента держать в холодильнике. Они и вкуснее, и держат форму, и все такое. Но часто в последнее время именно муссовые нам и заказывают пятиярусные свадебные торты. И вот нам приходится до последнего часа держать это у себя в холодильнике. Каждый ярус отдельно, и уже потом собираете в том месте, где проходит свадьба? Да, привозим прямо на место, быстро собираем, быстро оформляем. И иногда даже не успеваем его сфотографировать, и его вывозят. А по ночам приходилось работать? По трое суток, без снабжения, без еды. А как вы выдерживаете такой режим? Сейчас уже не выдерживает. Раньше выдерживала. Вы думаете, почему она не любила в детстве? Для украшения торта используем трюфели, шоколад, веточки розмарина и ягоды. Посмотри, оно уже застыло. Да, оно уже застыло у нас. Я его просто декорирую примерно, как вот, ну, фантазирую по ходу действия. У меня обычно получается, каждый раз импровизация не всегда совпадает. Можно я сымпровизирую? Ладно. Сделаем треугольник? Можно. Да, можно, давай, можно малинку сажать. Где тебе нравится сажать? Все равно будет красиво. Так. Да, можно осеметь вязать. В разные стороны. Важно вам услышать слова благодарности от своих клиентов? Да. Это самая лучшая плата за бессонные ночи, за гудящие пятки. Потому что похвала показывает, вернее, это как оплата за твой труд, скорее всего. Иногда забываешь, сколько тебе заплатили за этот торт, когда долго молчат и ничего не говорят. Иногда приходится даже теребить клиента и спрашивать, как там с тортом, нормально ли все, понравилось ли вам все, оформление, начинка. Просто бывают случаи, когда заказчики тоже в суматохе забывают отзваниваться. А так, в принципе, у нас есть постоянные клиенты, которые, заказчики, которые всегда отзваниваются после каждого заказа и говорят, спасибо вам огромное, было очень вкусно, необычно, и заказывают что-то еще новое. Мы не придерживаемся того, что у нас должны быть только положительные отзывы, покупатель разный, заказчик разный. Надо просто найти ключ к этому заказчику. И что не нравится, надо исключать. Какие моменты он предлагает, надо просто включать, учитывать мнение и так далее. Потому что наша главная задача, это не только заработать на жизнь, как я уже говорила, но и сделать жизнь слаще и приятнее. Конечно, доставить удовольствие людям. И чтобы они получили эстетическое тоже удовольствие. Ведь представьте, это какое счастье, когда люди собираются за праздничным столом, пьют чай и кушают вкусный торт и говорят слова благодарности тем людям, которые своими руками сделали эту красоту. Приготовление торта подходит к концу, и теперь мы знаем, насколько трудоемкий, но интересный процесс делать торт своими руками. Зета и Асиат сделали огромное количество тортов, но тем не менее сумели сохранить любовь к своему делу, вкладывая в каждое кондитерское произведение искусства частичку своей души. В течение двух часов мы создали это произведение искусства. Спасибо вам большое за этот мастер-класс, за те секреты кулинарного искусства, которые вы нам сегодня преподнесли и открыли. Удачи, успехов вам! Пусть ваша продукция радует людей, пусть жизнь становится слаще, вкуснее и радостнее для тех, для кого вы это создаете. Спасибо. Ну, я думаю, ему надо теперь попробовать. Какой красоту очень жалко портить, но все же. Но все же попробуем. Спасибо. 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 Спасибо.